Омская область Хотелось бы, чтобы у ребят было стимулировать проявление интереса к достижению цели, которые они перед собой ставят, то есть выиграть турнир. И, безусловно, это будет еще одним таким подарком со стороны правительства Омской области для ребят. И я думаю, что сегодня сверстники, когда увидят, что они победители сегодня смотрят хоккей как победители, у всех возникнет еще желание играть лучше, быть сильнее и достигать новых результатов. Перед началом игры для юных любинских хоккеистов провели экскурсию по спорткомплексу «Арина Омск», который признан одним из лучших в России. Ребята побывали в музее Алексея Черепанова, аппарат на студийном комплексе, увидели, где работает судья-информатор и еще много интересного. Интересно, что нам показали, где комментаторы сидят, там все нам рассказали. Мне это показалось самым интересным. Но, разумеется, самым запоминающимся событием этого вечера для игроков команды «Колос» стала возможность вживую наблюдать за игрой своих кумиров вместе со своими товарищами. Как отметили наставники ребят, для них это не только возможность посмотреть большой хоккей, но и хороший стимул для совершенствования своего мастерства. Мы уже бывали здесь часто. Юные болельщики «Авангарда». «Авангарду» пожелаем реализовать больше моментов. Моменты создают, но почему-то их не реализовывают. Но надеемся на третий период, на их победу. Напомним, что Любинский «Хорлят» ожидает еще один подарок от правительства Омской области, который также поспособствует развитию хоккейных навыков ребят. Летом «Колос» отправится в один из оздоровительных лагерей региона на тренировочные сборы с включением программы мастер-классов. Кроме того, в скором будущем оттачивать мастерство талантливых игроков, участвующих в «Омских «Хорлятах», планируют под руководством лучших тренеров региона в хоккейной академии «Авангард», строительство которой сейчас ведется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok